Долгожданное открытие лыжной трассы проката состоялось на острове Русском. Теперь любители зимнего спорта будут оздоравливаться с 12 до 19 каждый день, кроме понедельника. Мы вместе с вами открываем русскую лыжню, на которой в течение зимнего сезона нам предстоит и ходить, и бегать, и проводить соревнования с самого различного уровня. Пользуясь возможностью, я хочу вас всех поздравить с этим знаменательным событием. В этом году трассу продлили, теперь ее длина составляет 5 километров. При этом каждый может выбрать для себя наиболее комфортную дистанцию и даже обучиться катанию на лыжах. Приходите сюда со своими семьями. Мы специально придумали так, что у нас будут работать наши муниципальные инструкторы, которые, если даже вы кататься не умеете, научат вас, научат ваших детей кататься, и эта зима подарит не одно счастливое мгновение здесь, на территории нашей лыжни. В день открытия русской лыжни состоялись массовые старты. В них приняли участие более 200 детей и 300 взрослых. Каждый получил памятную медаль и угощение на финише. Я первый раз на лыжах. Мне понравилось. Я занимаюсь спортивным ориентированием, а лыжным спортом так, поскольку, поскольку, чтобы не застаиваться зимой. Боялись, что дальше не будет. Прочистили, все сделали. Гладкая такая. Ну, блин, и атмосфера хорошая. Очень хорошо. Еще и мандаринку дали. Отлично. Она сейчас в этом году еще лучше стала. Поэтому заниматься надо больше. Очень счастлив. Хоть на старосвет научиться. Профессионалов лыжного спорта здесь ждет ряд спортивных мероприятий. Рождественские старты, русская гонка, смешанная эстафета, всероссийское физкультурно-массовое мероприятие «Лыжня России». Главным событием наступающего 2024-го станут первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья». Соревнований будет много. И русская лыжня много-много, много стартов. Но самым важным событием, на мой взгляд, будут игры «Дети Приморья». С 18 по 23 февраля, в том числе здесь, на этой площадке, будут соревноваться ребята из Китая, Корейской Народной Демократической Республики, Белоруссии, со всего Дальнего Востока. Ну и, конечно, мы, приморцы, владивостокцы. Мне бы искренне хотелось, чтобы вы нашли время для того, чтобы приехать и поболеть за наших ребят. Напомним, на русской лыжне работают бесплатный прокат, теплые помещения для переодевания, пункт сервиса оборудования, туалет, парковка и буфет. А накануне в Приморье объявили о запуске акции «Лыжня Приморья. Регистрируйся и побеждай». Претендентам на получение ценных призов необходимо будет зарегистрировать не менее шести тренировок на лыжне по специальному QR-коду. Чем больше лыжных пробежек совершит участник, тем выше шансов на победу. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.